Вот, прервалось тут видео. Так это, продолжаем. По поводу качества, да, то есть, цена-то, цена, понятно, там, цена формируется, там, то есть, себестоимость плюс какая-то там минимальная прибыль, а качество, то есть, ну, почему надо покупать у тебя, а не в магазине, там? Ну, самое простое, что является для любого живого организма в приоритете? Это чистая вода, свежий воздух, здоровое питание и, ну, как, ну, что касается животных, еще плотность посадки, да, это насколько они скучны для людей тоже, да, для людей тоже, да, но если обращали внимание, что в городах все-таки люди немного... они перестают плодиться, да, и у них стрессовое состояние, они начинают болеть, ну, и так далее. Да, и у животных тоже сам, поэтому для того, чтобы животные были здоровы, мы используем первое. Вода у нас родниковая, второе, воздух, на природе чистый, мы находимся... А, погоди, там родниковые, там рядом родниковые, там рядом нету никаких производств вообще, да? Ну, это да, это что касается чистого воздуха. То есть, подбывает там родниковые, ну, там, из-под завода, да, там тоже. То есть, рядом в диаметре, там, 50 километров вообще заводов нету? Ну, это торжок от нас на расстоянии с 40 километров. А в торжке заводов там нет? Ну, заводы есть, есть заводы... 40 километров. Ну, это все-таки 40 километров. Ну, это далеко нет. Да, то есть, если посмотреть, то есть, вода чистая. Кушиновая, еще больше, в сторону Вышневого Лачка, еще дальше нету... То есть, для нас самый ближний город это... Торжок, торжок, да. Ну, там по дороге, ну, дорога идет как раз торжок из Торжка. Торжка. Ладно, там воздух, понятно, чистый, там лес вокруг везде, да? И еда. Еда, чем кормишь? На раннем периоде я покупаю комбикармань, когда животные подрастут, по-максимуму использую траву, которая у нас в избытке, птицу водоплавающую на ручьи, на пруды. Там есть пруд, кстати. Да, и не один пруд, где он может покупаться. Животные также пьют воду в ручьях, в руду. У меня загонная система при помощи электропостуха. Есть возможность часто менять загоны. Это позволяет вырасти траве свежей. Да, да, технология понятна. То есть пересаживаешь в другое место, они там все съедают. Потом пересадил, и они там все съели, ну и так далее. Это понятно. А подкормка, ну, там, антибиотики, ну, как бы все равно же сейчас это дают. Конечно, антибиотики нужны только тогда, когда животное заболело. Ну, это как и любое животное, да, там, у нас в прошлом году произошло, что там у барана, там, фурунку выросли, да. Естественно, надо было остановить инфекцию, и как и человеку, так и животному. Мы применяем, естественно, лекарство для того, чтобы он выжил. То есть не так, чтобы кормите, да, а именно, ну, как бы, если что-то произошло. Есть подкормки, которые в себя включают антибиотики. Используете? Нет, мы их не используем. Их рекомендуют как раз и ветеринарных служб, рекомендуют для того, чтобы увеличить продуктивность. Ну, да, продуктивность-то растет, понятно, что... Но здоровье животного от этого не растет. Здоровье животное, ну, как бы, самое интересное, что это в мясе все остается. Это самое страшное, да. Ну, это как бы страшно, не страшно. Мы все едим, ну, вот сейчас там, не знаю, в любой магазин приди, это выращено все равно промышленным способом. И получается, у тебя совсем другой продукт. То есть он несравним с тем, что в магазине продается. В магазине, вот самое интересное, в магазине дешевле будет. То есть с учетом доставки, с учетом упаковки, там, там, разделки, там, ну, как бы... Вот это все-все-все учит, у тебя дороже получится. То есть вырастить обычным способом вольный выпуск, это называется, невозможно. По ценам, которые продаются там в магазине, выращенные промышленным способом, там, сколько там, три головы на один квадратный метр, да. Когда они находятся в постоянном стрессе. Но это есть жесткие требования по технологии, которые фабрики выдерживают. И у них скорость роста, естественно, выше. Питание им добавляют антибиотики, добавляют антидепрессанты, добавляют гормоны роста. Для того, чтобы в кратчайшие сроки получить продукцию. Там интересно еще, я вот смотрел видео, когда мясо берут, вот курятину особенно, ее потом еще гидро... ну, короче, воду и удерживающий состав для воды, там, какой-то состав такой. Вроде бы он безвредный. Ну, то есть просто увеличивается масса. То есть, как бы курочка там 2 килограмма, а как раз 3 килограмма стало, да. Вот, ее продают. Получается уже там 50 рублей за килограмм. Хотя, ну, как бы выращенные в нормальных... То есть на корм там только уйдет, там, гораздо больше денег. Вот, тоже интересные моменты. Да, у нас, кстати, можно будет запечь. У нас есть печи уличные. А, ну, можно будет шашлыки. Ну, не только шашлыки, а гусь в яблоках. Гусь в яблоках, да, осенью. А, ты скажи, ты говорил, что гусь у вас яблоками питается. Да, да, у нас яблоневый... Старый яблоневый сад, 7,5 гектаров осталось еще с прошлой жизни колхоза. И осенью мы там будем как раз птицу, птицу и других животных на яблоках откармливать. Это повышает качество мяса. Яблоки все животные очень любят. Ну, люди любят. Они любят, да. У меня уже есть заказы на товарные яблока. Ребята делают свежевыжатый сок. Так получается, у тебя яблоки можно заказывать? Можно яблоки добавить в большую количество. А что еще есть? При... В зависимости от сезона у нас в деревнях носит, допустим, ведро земляники стоит 1300. То есть вы получаете 10-литровое ведро за 1300. Это считают очень дешево. Черни, допустим, все ягоды, грибы. Да. То есть вот такие вещи, ну, это там занимаются те, кто там местные, да? Местные, да. А вот у тебя, вот ты говорил еще, там грядки можно приехать. То есть можно приехать посадить. Приживание. Можно заказать, там посадишь, там, ну, в смысле вырастешь, там, что закажут, то и вырастешь, да? Да. То есть возможность есть. Да, мало того, этой весной мы сообщим, перед тем, как будут свести яблони, мы будем делать анонсы, когда примерно будут свести яблони. Потому что яблони не выяснился, спасся. Нет, свести яблони. А, так, что? Он разброс в две недели, в момент цветения яблока, находиться, спать в яблоневом саду, в котором громадное количество цветов яблок, это, вот, можете... Там медовый запах, я знаю, конечно. Запахи просто, это даже не медовый, а лучший аромат розы. Только вот ты находишься в этом аромате, густой аромат, мы будем приглашать. Да, это, кстати, когда? Ну, примерно... Ну, где-то в районе 9 мая, то есть с 1 мая по 15 мая, начало цветения. И цветение где-то, там, недели-две. Слушай, здорово. Прямо в деревню захотелось. А можно купить? Со своими палатками приехать, можно будет, посмотрите, мы сделали... Ну, с палатками, что палатка, если домик есть? Можем... Нет, домики, они находятся в другом месте. В каком? В двух километрах от яблоневого сада. А, то есть там с палатками в саду, да? Есть домики, которые находятся в Машкино, но у нас там 10 яблоневых. А можно находиться в саду, в большом саду. Понял, там палатки. Да, там поставили. А скажи, можно купить домик? Или инвестировать в домик? Ну, то бишь, там, допустим, выкупаешь себе, там... Не, ну, понятно, аренда там, как бы выкупил на месяц, да, и как бы можно жить там, да? А вот можно купить его? Ну, при заказе хотя бы 10 домиков, чтобы нам было рентабельно привезти материал и изготовить под вас, конечно, можно. Прямо там? Ну, то есть, а земля? Земля-то твоя, да? Тут вопрос. Вы при... Это не домик, да, то есть надо... Есть дом в деревне, есть домик. Мы сейчас формируем у себя образ, в котором рядом с деревней будет фермерское поселение, где земельные наделы будут для того, чтобы сформировать для людей, на самом деле, уссальду, в которой будет находиться дом фермера, подворье и... Ой, мне кто-то звонит. Так, ладно. Ну, хорошо. Для тех людей, которые захотят жить там, либо приезжать на выходные, либо быть так или иначе сопричастными, мы готовы будем сделать такое предложение, где в рамках объединения фермеров будут люди, которые будут ухаживать за фермерским хозяйством совместным, где будет совместный двор с животными, которые мы по договоренности будем содержать. где-то всем нужны молоко детям, там будут козочки, коровы, лошадь будут, которые не будут использоваться на сторону, а будут находиться внутри фермерского хозяйства. Ну, понял. Отдельного. Понял, хорошо. Ладно, давай, сейчас надо уже идти, да? Давай завершаем пока, в общем, там все остальные подробности там, позже. Все, давай.